Добрый привет, друзья мои, уважаемые зрители и подписчики в канал Агент АПК! И прямо сегодня я расскажу абсолютно всё про новое обновление 0.26.0, а именно Хэллоуин обновление в стенд-оффе! Потом, братик, если ты его ждёшь прямо в эту секундочку, прожимай лайкусик, подпишись на мой канал, а мы стартуем! Что же меня побудилось снять данный видеоролик? Ответ крайне прост. Это то, что накопилось максимально много информации про обновление. Например, ты в курсе то, что Хэллоуин трейлер должен выйти вот прям-прям на днях? Ты скажешь в Кент АПК, откуда такие доводы? То, что два года назад Хэллоуин Тизер вышел за две недели до обновления, а сейчас как раз две недели до Хэллоуина! Да, сделаем вывод! То, что Хэллоуин трейлер будет очень скоро, а если точнее, он будет в ближайшее время. Поэтому, братик, если ты ждёшь обновление, если ты ждёшь новый режим, чтобы мочить их за боков, прямо сейчас прожми лайк, потому что мне уже не терпится в это поиграть! Просто взгляните, как же это было в прошлом году! Это было великолепно! И я уверен, что в этом году будет ещё круче. Ну, а теперь давайте немножко поговорим о новом режиме. Что же это такое? Я Синпень! Ребята, не было ни одной обновы, чтобы не было этого режима. По-любому будет выживание против Замбаков. На какой же это будет карте? Это будет карта провинции, потому что разработчики спалили этот кадр в своём прошлом трейлере. И это очень очевидно. Как же будет выглядеть этот режим? А давайте-ка посмотрим. Ну, а прямо сейчас, ребята, на ваших экранах вы видите самую первую версию Хэллоуин режима. Вот именно вот так вот это всё выглядело более четырёх лет назад. Есть вот такие вот зомбаки, у них много ХП, они быстро бегают, прыгают, всё темно. И надо просто выжить. Так это выглядело четыре года назад. Как же это выглядело в прошлом году? Давайте тоже вспомним немножко. Ну, а примерно вот так вот всё это выглядело в прошлом году. И если честно, ребята, разница колоссальная. То, что было четыре года назад, это полнейшая какаха. То, что было в прошлом году, в это реально можно играть. Я в это играл, это было интересно, это было прикольно. Я надеюсь, что в этом году это будет ещё лучше. И я уверен, что разработчики нас не подведут. Поэтому, уважаемые разработчики, пожалуйста, сделайте так, чтобы меня шишечки привстало. Я знаю, вы справитесь. Также, ребят, если мы говорим про Хэллоуин режимы, пожалуйста, напишите в комментариях, кто помнит этот режим с тыквами. Какой же он был крутой. Уже прошло более трёх лет. Это Хэллоуин обнова, которая была три года назад. Ну, вы посмотрите, как же это круто. Я хотел бы в неё поиграть снова. Ха-ха-ха-ха. Будет ли новый Хэлл Пак? Вот в чём вопрос. В 2019 был Хэлл Пак. В 2020 был Чарм Пак. Они очень сильно подорожали в цене. Что же будет в 2023 году? А знаете, что будет? Уберут этот вонючий Рейбл Скир Пак. И вместо него добавят новый Хэлл Пак. Но самое интересное. То, что Рейбл Скир Пак очень сильно поднимется в цене и выйдет о рынок. Поэтому моим совет. Успейте его купить. Что ещё 100% будет в новой обнове? Конечно же, будет новый Голд Пасик. И помимо этого будут новые скины. Например, давайте рассмотрим этот концептик. Вот что-что. Но Хэлл Ин скины мне нравятся больше всего из всех остальных. Потому что чаще всего они сделаны круче всего. И верить это максимально прикольно. Но если мы уже заговорили о теме концептиков. Давайте посмотрим лучшую реализацию обновления 0.26.0. Ну а вы, ребятки, Хэлл Ин обновлении готовы? Голдишечка на балике есть? Если нету, не беда. Потому что есть Бум-Бум-Бум! И поэтому, братья, хочешь топовый дропчик, результатный был дропчик. Тем более, там очень много крутых ништяков. Например, ты отыгрываешь в кастик, получаешь бонусы. И потом эти бонусы ты можешь поменять вменники Мерлина. Обратно-таки на халявный дроп. Мы вместе с был дропчиком дарим тебе халявный подарок. Прямо сейчас вводи это слово с экрана и забирай свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Преберегите вашу челюку, потому что она прямо сейчас отлетит. Вы посмотрите на эту красотень. Обновленный интерфейс, новый халяв пасик, ежедневный бонус. Да тут есть абсолютно все, что пожелает ваша душа. Как же это выглядит дорого-богато. Ежедневный бонус. На выбор есть три бонуса. Или рандомный бокс. Конечно же, я выбрал бы именно его, потому что он может упасть в аркана. Или 30 серебра, или 500 опыта. Но, ребята, конечно же, я выбрал бы бокс. Так, окей. Давайте смотреть дальше. Что же еще прикольненько мы тут можем увидеть? Магазин! Это не голд пасик, на секундочку. Да, это очень сильно похож на голд пасик. Но это магазин именно. Ничего себе, прикольно. И тут валюта не серебро и голдишка, тут валюта звездочки какие-то. Я пока же сам ничего не знаю, будем разбираться. Давайте вначале посмотрим скины. Черепок очень прикольный, очень красивый. Ножичек тоже очень классный. Но вот эти вот скины, ну это хэштег пыль. Ребята, хэштег перхоть. Ну, так себе выглядит, так себе выглядит на самом деле. Но вот именно ножичек мне понравился. Как же получать эти звезды, чтобы в магазине покупать или наклейки, или ножички, или скины? Не надо пройдить весь голд пас, как это сейчас. То есть ты сейчас не получишь нож, пока не пройдешь весь голд пас. А тут ты просто собираешь определенное количество звездочек, заходишь в магазин и покупаешь нож. Вот, смотри, у нас есть 205 звезд на балике. Я нажимаю купить за 200 звезд ножичек. Мы его покупаем! Я в шоке, да, ребят, у меня тоже челюха отлетела. Не, ну это прям очень круто. Прям лайкусик. Фэнг эйсит. Но почему-то он как-то выглядит, как-то он выглядит, сильно таким, знаете, сильно зеленым. А-а-а-а, изменили фильтр. Я понял. Я понял, балдеж. Лякую фильтр. Как же все выглядит дорого-богато, братва. Кого тоже дри штанах пошел по листной комментарии. Не, слушайте, ну это прям круто выглядит, да? Вау, круто. То есть ты можешь выбрать, зайти на определенный скин и выбрать определенную наклейку. Блин! А почему разработчики этого раньше не добавили? Дальше что же мы еще видим? Это статистика клана. А-а-а-а! А-а-а-а! Рейтинг клана среди всех кланов. Ну, я уверен, на первом месте по-любому будут кланы софтов. Дальше мы видим описание клана. Слушайте, ну это прям-прям очень круто. Мне нравится. Дальше мы видим таблицу лидеров. Не понял, а что на втором месте RGG, на первом где-то SMK, на третьем Saints. А где Маслята? Даже клан Холдика на девятом месте! А где Маслята? Ребята, хештег Маслята вперед! Так, что же мы еще видим? Тут еще поменяли настройки создания лобби. Теперь они стали какие-то, какие-то они не такие. Ничего себе. А-а-а! Добавили кнопку поиск команды по рангам? Вот это да! Вот это прикольно! Как же это было бы удобно! Потому что я постоянно ищу тиммейтов в дуэлях на стримы. И я постоянно смотрю, какой у кого ранг. Потому что я же не хочу брать никто на боу. Мне нужны, ну там, рейнджеры, мастера и тому подобное. И было бы реально очень удобно, если была бы такая возможность сразу видеть ранг людей. Так, ребятки. Давайте посмотрим, что у нас поменяли в настройках. А, можно очистить заявки в друзья. Слушайте, ну мне, как ютуберу, это была бы нереально полезная функция. Потому что из-за заявок в друзья и из-за бесконечных сообщений у меня все лагает. И чтобы мне почистить заявки в друзья и сообщения, мне надо каждый раз писать разработчикам. Блин, ребята, мне это очень нравится! Вы что, посмотрите? Новый режим охота! Мать моя женщина! Ради меня заново! А, рыбой ли бабуня. Вот это, ребята, имбулечка. Слушайте, прям очень крутой лобби. Также каждый из вас, когда я спросил, ребята, что надо добавить в обнову, вы бы мне все писали, надо добавить магазин серебра. Так вот, давайте посмотрим реализацию магазина серебра от этого же автора. Обалдеть! Нож купить за серебро вы гоните! Легендарки за серебро! Нож за серебро! Все за серебро! Слушайте, разрабы! Я даже не против! У меня очень много серебра, я не знаю, куда его тратить. Какие классные скины! Какие перчатки крутые! Какой нож? Вот, смотрите! Нож легендарного качества! Я просто в шоке! Ха-ха-ха-ха! Ребятки, новый режим! Да-да-да! Под названием выживание! Суть режима крайне проста. В принципе, как я вам показывал ранее, то надо просто выживать! Выбираешь сторону, или ты выживающий, или ты, наоборот, охотник. Так сказать, если ты охотник, ты берешь в руку вот такую вот косу, и погорбук просто можешь дать всем, кто пытается выжить. Слушайте, прикольненько. Мне анимация зашла. Кому так же? Подпишитесь на мой канал, напишите комментарии. Не, прикольно. Я жду Хэллоуина вновь, ребята, даже не представляете. Вот, если честно, вот я не знаю, как у вас, но у меня прям такая атмосфера после этого видео. Вот такой прям дух Хэллоуина во мне пробудился. Вау, как же это классно, как же это красиво. Жалко, конечно, что это будет карта провинции, а не Синстоун. Я бы с радостью поиграл бы в какой-то новый режим с зомбаками на карте Синстоун, потому что это моя любимая карта. А какая любимая карта ваша? Тоже напишите в комментах. Ну и на этой хорошей, замечательной ноте, ребятки, я хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал и напишите в комментариях, что же вы ждете больше всего из новых Хэллоуин обновления. Также подпишитесь на мой Ютубчик и на мой Телеграмчик. С вами был ваш Кентуха. Всем хорошего дня, всем бобра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok